Как мы все прекрасно помним, когда-то давно у меня уже был свой социальный бизнес, и мы также прекрасно помним, как я его лишился. Спустя долгое время я вновь захотел стать бизнесменом и начал присматривать какой-либо бизнес для покупки. И вот настал этот день, когда я вновь вернусь в сферу предпринимательства. Ну что ж, всем огромный привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Олежа Кофи, и добро пожаловать на седьмой сервачок Радмира. Ну что ж, серия сегодня получилась очень интересной, так что обязательно досматривайте до конца. Вам я хочу пожелать приятного просмотра, приятного аппетита, не забывайте прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал, мы начинаем, поехали. Ну что ж, дамы и господа, давненько, давненько меня не было в сфере предпринимательства, а ведь все почему-то. Вы сами прекрасно помните, что когда-то у меня уже был свой бизнес, у меня была огромная нефтевышка, но, к сожалению, я ее потерял. Вы сами знаете почему. И с тех пор я в бизнес вообще не лез, вообще ни ногой, ни рукой, вообще никак. Но сегодня я подумал, что пора менять это дело, ведь постоянный заработок, хотя бы какой-то, это точно необходимо. Поэтому, дамы и господа, этот день настал, и сегодня я снова стану предпринимателем, сегодня я снова стану бизнесменом. И сегодня мы поедем покупать с вами новый бизнес, о какой, пока что не буду говорить. Во-первых, этот бизнес находится прямо здесь, на Рублевке, то есть нам ехать вообще далеко не надо, что самое главное. Дай угадаю, ты покупаешь вот это озеро, ты будешь его типа туда рыбой накидывать. И как я буду его монетизировать, ты прикалываешься вообще или что? В смысле, вход платный. Угу, конечно, да. Идей больше не было нормальных, я правильно понимаю, да? Правильно. Вот поэтому у тебя бизнеса и нет. Итак, сегодня мы покупаем бизнес действительно за нормальные такие бабочки, не за копеечки, я вам серьезно говорю. Ну и чтобы, ну, приобрести, так сказать, это предприятие, которое, ну, надеюсь, в будущем будет действительно приносить огромное количество денег, нам приходится сегодня потратиться. И прежде чем мы с вами поедем, заключая, соответственно, эту сделку, надо, конечно же, переодеться. Ну а то что это, я вот спортив, как сейчас поеду? Сейчас поеду, да? Вот именно, конечно, как иначе. Мы с вами сейчас надеваем вот этот прекрасный костюмчик, соответственно, ребята, и после этого выдвигаемся на сделку. Ну вот это уже, друзья, совершенно другое дело. С иголочки в костюмчике, не хватает только пакетика, понимаете, под ручку там сказать, и все. И тогда уже точно можно ехать, совершать сделку. Ну что ж, садимся в тачку, нам реально далеко ехать не надо. Владелец этого бизнеса вроде бы уже ждет нас, на что я надеюсь, очень сильно. Потому что он может слиться в любом мире. Али, я барабан нашел тебя. Ты дурак вообще, что ли, а? Ну вот поэтому... Да как разари, хоть звучок. Ну, очень классно, здорово. Вот тебе так же по голове постучи, пожалуйста, а? Просто АМГ-1 вот так вот ломай, нам-то издеваешься вообще или что? Ты понял, у тебя денег много. Просто небольшой, блин, запрос. Как думаешь вообще, что мы сегодня с тобой покупаем? Ну вот какую феру мы с тобой залезаем? Если это рублевка, мне почему-то кажется то, что на въезде есть заправка, в которую я очень часто влетал. И возможно, возможно, ты покупаешь именно ее. Чтобы снести ее, и чтобы ты в нее больше не влетал, я правильно понимаю? Да, правильно. Именно так, да. Но не совсем, не совсем, не совсем, не совсем. Я больше бизнесов не знаю. На рублевке есть не только заправка, есть не только заправка. Я, кстати, не знаю, если честно, я даже не спрашивал про финку, но я надеюсь, она там реально нормально. Но, по крайней мере, в моей голове есть такая сводка просто, понимаете? Информация о том, что как бы ты этот бизнес должен приносить действительно много денег. На что я очень сильно надеюсь. Что там может быть-то интересно? Ну смотри, мы уже почти приехали. Мы уже почти рядышком, а? Да, заправка. А что ещё у нас есть на заправке, скажи, пожалуйста, а? Что ещё? Автомойка? Магазин 24 на 7. Вот и он, конечно. Собственно, какие причины могут быть для того, чтобы он приносил много денег? Во-первых, каждый житель рублёвки закупается именно в этом магазине. Ну, потому что это просто банально удобно. Также у нас неподалёку больница. И, соответственно, люди из больницы могут добежать до этого магазинчика и что-то себе приобрести. Поэтому мы сегодня и будем покупать этот магазин. И я надеюсь, что этот супермаркет будет действительно приносить мне огромное количество денег. Так или иначе, это мой первый бизнес. Ну, супермаркет ты увеличил. Ну, что, вон там писано супермаркет. Это так, дохаусти. Так вон, так в смысле тут написано супермаркет рублёвский. Ты что, прикалываешься? Это элитный район, ты понимаешь, а? Это самый элитный район из всех, которые лишь только есть у нас на карте. Поэтому иметь здесь бизнес, это, я считаю, действительно статус. Поэтому, ребята, сейчас мы будем оформлять документы, сейчас мы будем оформлять девочку и будем переписывать этот бизнес на меня. Всё, ребята, у меня для вас есть прекрасная новость. Изначально мы договаривались на 75 миллионов рублей. Но я в итоге подумал, что это действительно огромные деньги. И мы решили немного сторговаться. Поэтому сейчас нам предлагают купить этот бизнес за 70 миллионов 123 рубля. Зачем 123 рубля добавлять, я не понимаю. Ну, так или иначе, с этой секунды я становлюсь владельцем этого магазина. Поздравляю! Ну что ж, жду поздравления в комментариях. Потому что с этой секунды я официально становлюсь снова бизнесменом Олега. Ух, как тут воняет. Спасибо. Эй, Серж, ну ты так хорошо не говори вообще, а? Всё, ребята, с этой секунды я стал владельцем этого супермаркета. И я надеюсь, что каждый из вас, кто играет вместе с нами, будет пользоваться моими услугами именно этим магазинчиком. Я действительно на это надеюсь. Соответственно, я вообще, если честно, я, по сути, мой первый именно бизнес. Потому что, ну, нефтьевышка, это всё-таки немного, это предприятие другого рода. Это не супермаркет. Вот, да. Это совершенно разная сфера. Поэтому мне, правда, будет интересно проверить себя в качестве директора этого супермаркета. Владельца, понимаете, а? Ну что, давайте смотреть. Олег, я две покупки первые сделал. Два вот реймер билета. Я первый покупатель. Где мои миллионы? Всё, что вы видите сейчас перед собой, это всё моё. Каждая полочка, каждый напиток, каждое соленье, каждое огурчике, помидорчике. Всё, что у нас тут есть, это всё моё. Соответственно, давайте немного ознакомимся с ассортиментом, которое продаётся у нас в магазине. У нас есть камеры, цветы, топор, параши, лотерейные. Кстати, лотерейные билеты теперь можно покупать в моём магазине. Я вот три купил, мне пять тысяч дают. Кстати, знаешь, что, по-моему, с лотерейных билетов я не имею никакой прибыли. По-моему, да, по-моему, именно так работает эта система, но неважно. Маска, огнетушитель, бумбок, батарейки, металлоискатель, металлоискатель ещё другой, лопата, свисток на уток, надувная лодка, болторецы, стиральный порошок, ремкомплект для машин, коробка спичек и гитара. Всё это, дамы и господа, вы можете приобрести в самом лучшем супермаркете Олега Кофе. Соответственно, я буду вас тут ждать, и за это, возможно, мы сделаем минимальную наценку, минимальная цена, чтобы всё продавалось по самым большим скидам. Ну-ка, чё такое? Назад, да не, назад я в магазине. А, ща, подожди, ща, я за... Ты вот честный директор? Ну да, конечно, да, чё такое? Вот скажи, пожалуйста, ты реально сам это выпекаешь? Ну, где, подожди, выпекаем сами? Ну, естественно, собственное производство, ты чё, а? Мне кажется, ты где-то мне врёшь. Не, вот, смотри, вот у нас кухня, пожалуйста, здесь у нас занимается всем производством, здесь у нас всё выпекают, здесь у нас всё готовят. Ну, а ты чё, не я, я тебе серьёзно говорю, а, ты чё, а? Я тебе, я тебе, ты не веришь? Ну, ладно, над плюсом, ну, потянет магазинчик вот это. У нас даже есть ещё раздел с алкоголем, понимаете, ребята, а? Вообще, просто офигенный магазинчик, я вам скажу так. Итак, а теперь давайте я сейчас пропишу команду Бузинов, чтобы посмотреть вообще какую-то финансовую статистику, если она сохраняется при передаче бизнеса. Потому что владелец заявлял, что этот магазин несёт в день где-то в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. И владелец также дополнил это сообщение тем, что под Новый год, я не знаю, как это работает, прибыль растёт. Видимо, все затариваются, честно. Сейчас до двух конда пойдут. Ну да, там оливьешки, оливьешки, всё вот это, конечно. Итак, супермаркет Рублёвский, соответственно, давайте смотреть. Итак, он у нас проплачен на сколько? Вообще дней, непонятно, не вижу. О, на арендовую, на 20, за 5 минут, и через 5 минут он слетит, было бы вообще офигенно, да? Итак, давайте сразу смотреть, открыть или закрыть бизнес, установить цену за вход. О, вот давайте, ребята, смотрите, специально для вас, специально для вас, мы сделаем чисто ноль. Поэтому можете заходить в мой магазин, когда заходите, когда вам погода. Да ну зачем? Ладно, символично, символично 1 рубль, реально, символично 1 рубль. Просто чтобы для статистики, чтобы понимать, сколько людей посещает наш магазинчик. Вот это вот действительно вот будет работать именно так. Дальше идём, изменить стоимость товаров, подожди. Ааа, вы можете изменить стоимость товаров вашего бизнеса. Чем выше процент, тем больше вы будете получать за продажу, но высокие цены могут отбукнуть покупатели. Вот это то, что нам нужно. Лотерейный билет сделай меньше, пиздец, 200 тысяч стоит. Итак, ребят, прямо сейчас, прямо сейчас, я делаю самую низкую, самую минимальную наценку в своём магазинчике специально для вас. Чтобы вам было комфортно пользоваться услугами моего магазина. Поэтому мы, соответственно, вводим 110, это, я не знаю, процент или стоимость, но это самое минимальное, что можно тут ввести. И всё. Так, а теперь сколько стоит, подожди, лотерейный билет, скажи, пожалуйста. Лотерейный билет, 110, вот это другое дело, блядь. Ну это нормально, это нормально, это другое дело. Но опять же, это самая минимальная наценка, которую лишь только можно поставить. Идём дальше, заказать продукты, это мы вернёмся, это мы сделаем сегодня обязательно. Улучшить бизнес. Давайте смотреть, как мы можем модифицировать наш продуктовый магазинчик. Уровень 1, дополнительные продукты. Покупаем, конечно же, за 15 тысяч нам, чем больше продуктов, тем, конечно же, лучше. Пониженная налога, а, медицинское обслуживание, конечно, теперь в моём магазинчике есть аптечка. Аптечки? Если вы могли пользоваться своими карточками, то прям 100% надо сделать. Дополнительный склад для продуктов за 300 тысяч рублей, конечно же, ставим. И рекламная кампания за 450 тысяч рублей. Теперь ваш бизнес будет отображаться в GPS. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, где сам повысить доходы предприятия. Ой, нифига прикольно. Ребята, я полноценно прокачал свой новый бизнес, и я этим реально горжусь. Это действительно круто. Финансовая статистика, давайте смотреть. Количество посетителей за последнее время 5 человек. Общее количество уникальных клиентов 0 человек. А, ну смотри, да, тут при передаче бизнеса не сохраняется никакая финансовая статистика. Поэтому... О, 60 тысяч выиграл. Поэтому, я думаю, ребята, через какое-то время я вам обязательно покажу новую обновлённую сводку, соответственно, бизнеса. Посмотрим, интересно, сколько денег он нам принесёт по итогу за неделю, за две недели, за три недели, за месяц. Ну, потому что, опять же, это очень рисковое уложение. Потому что магазинчик, хоть и находится на Рублёвке, но всё равно посещаемость, как бы, Рублёвки не такая уж и большая. Потому что, в основном, сюда приезжают лишь только люди, которые живут здесь. Ну, ребята, надеюсь, благодаря вам мы сможем поднять финансовую статистику нашего бизнеса. Учитывая, что у нас минимальные цены, стоимость хода у нас практически бесплатная. Поэтому всё сделано для клиентов, а именно для вас. Поэтому заходите сюда и туда-сюда в дверях просто ходят, чтобы накручивают посетителей. Я хочу ещё, смотри, подожди, у нас тут есть сменить поставщика энергии, да. То есть мы прям можем 56 за штук, нагруженность 89%. Ну, вот тут, ладно, давайте, наверное, вот эту электростанцию номер один выберем, да. Потому что у нас, как бы, вы уже подключены. А, ну, мы всё, мы работаем и так с ней. Соответственно, что мы ещё можем сделать? Нам по-любому надо заказать продукты, потому что у нас полторы тысячи из десяти тысяч продуктов почти закончились. Надо пополнить весь запас. Поэтому прямо сейчас мы с вами этим как раз, конечно, примем заказ, делаем как иначе-то, а. Так, вот здесь у нас три человека работают. И мы с вами давайте закажем сколько? Восемь пятьсот, да, восемь тысяч пятьсот продуктов. Найс. И за это мы с вами интерес, сколько? Подожди, вы не можете заказать. А, понял. Сейчас, подожди секунду, мы делаем иначе. Мы заказываем восемь тысяч четыреста пятьдесят один продукт. И минус семьдесят две тысячи рублей, это жесть. Ну, это мало, кстати, что это. Слушай, пока, да ничего себе мало, слышишь, ты что прикалываешься, это огромный. Я купил бизнес за семьдесят миллионов, прокачал ещё два миллиона и ещё заказал продукты на семьдесят тысяч. Это огромное вложение. Алё, я тебе сейчас с билетами всю эту выручку сделал. Так, я тебе говорю, мне не идёт выручка с билетов, с лотерейных билетиков, не идёт. Ну, вот теперь и терпи. Ну, вот, да, да. Вот это, кстати, очень грустно, потому что иначе вот покупать билетики постоянно по таким ценам было бы действительно круто для владельца этого бизнеса. Ну что ж, друзья, принимаю опять же поздравления. Теперь я стал владельцем этого магазинчика. Тем более, ну, вот внешне мне он прям безумно нравится. Ещё бы, конечно, заправку, заправку, заправку купить надо. Ну, заправку тоже надо вот сюда выстроить все твои богатые машины, чтобы чё вы проезжали такие ебать и заходили по вкусу. Ну, это чисто, чтобы реклама так работала, да? Да, да, да. Это было бы реально круто. Слушайте, ну, вообще, вот тут ещё есть автомойка. Я, кстати, не знаю, работает она, не работает, но по идее... Не, 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 по идее она должна работать, кстати. Вообще, раньше она работала. Странно, что сейчас не работает. Ну, так или иначе, вот вообще в планах купить, наверное, тут реально заправку, потому что, ну, это был бы чисто мой уголок, понимаете, да? У меня тут был бы и магазинчик 24 на 7, и заправка, и вот это... Ну, слышишь, ты так тоже не говори. И это чисто был бы мой райончик, понимаете, да? Чисто под моим влиянием. Это было бы действительно круто, но не знаю, за сколько продаётся эта заправка. И мне кажется, она стоит действительно очень дорого, дороже, чем этот магазин, потому что, по факту, она приносила бы больше денег. Ну что ж, знаешь, что я ещё хочу сделать? Я знаю, что каким-то образом можно заказать рекламу своего магазина. То есть, есть определённые прям плакаты, да, и вот как можно заказать, сейчас мы это узнаем, потому что реклама нам 100% нужна. Ну что ж, дамы и господа, мы видим первый рекламный билборд. Давайте вот... Оооо! Я вообще никогда не пользовался, на самом деле, этой системой, не знаю, насколько она эффективна, но так или иначе, давайте попробуем. Ближайшие свободные билборды номер 4. Введите свой текст, можно выбрать фон, текст... Блин, кстати, это прикольно. Давай сейчас реально запаримся, сделаем нормальную рекламу. Ну конечно, сейчас мы, ребята, подумаем, потому что, сами понимаете, мыслительный процесс это не быстрое дело. И попробуем реально сделать нормальную, адекватную рекламу, которая, возможно, действительно принесёт какие-то свои плоды. Итак, ребята, наша рекламная кампания готова. И как по мне, это действительно гениально. Итак, за 30 тысяч рублей я оформляю аренду этого билборда. Это очень большие деньги, учитывая, что беру я её всего лишь на 10 часов. И это максимальное количество времени. Но так или иначе, реклама получилась действительно качественной. Я считаю, это действительно так. Итак, я нажимаю да и... И чё? А чё? А чё зафиг? А где реклама моё? А чё, а где моя реклама? Может, её типа промодерировать должны ещё? А чё, вы успешно арендовали билборд номер 4. А это четвёртый? Не, подожди, подал заявление на аренду билборда. Это, наверное, ребята из ТРК Ритм сейчас должны пойти, это ей одобрить. Блин, я надеюсь, что совсем скоро её одобрят, но потому что... А не, одобрят, сядь, сядь ко мне, сядь ко мне. Давай, 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 давай. Я тебе показываю вот прям, ну, золотую живу. Не вот этот вот, где бичи спавнятся, а смотри. Подожди, я не вы... Первый билборд вот этот вот. А он занят или не занят? Не, 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 свободный. Так мы сейчас все билборды возьмём, везде будет один и тот же текст, и я читаю, это реально гениально. Сейчас мы просто, у нас рекламный план, у нас рекламная компания выделена огромной на это финансы, и мы сейчас сделаем с вами реально красоту. Друзья, что вы понимали, для того, чтобы реализовать весь наш план, мы, соответственно, обратились к людям, которые... А куда они пропали? А что такое начинает? Куда они? Они были? Они были только что здесь. Ну что начинается, я понять не могу, а? Мы специально позвали, наняли рабочую команду, которая должна была разведить все наши рекламные билборды. И что в итоге? О, идиотизм. Ну, ребята, рекламу сделать надо, без этого, к сожалению, никак. Блин, ребят, прикиньте, как на самом деле это работает. То есть у нас специальные люди приехали, поставили лестницу и ставят реально наш рекламный плакат. И он упал. И где? Я пока его не вижу, но уже реклама одобрена, соответственно, им осталось лишь только переклеить плакат. Мне уже прям не терпится увидеть нашу рекламу в действии. Я надеюсь, это действительно сработает, и эта реклама будет приносить нам свои плоды. Но пока что-то я не понимаю, они не могут справиться с своей работой, я не понимаю почему. Ну что ж, дамы и господа, секунду на секунду появится официально наша первая реклама. Кстати, вот это я писал, если что. Машина взорвалась, да нормально вообще. Нормально, это дополнительные эффекты. Итак, я надеюсь, вам понравится наша реклама, но с маркетинговой точки зрения, это действительно гениально. Я надеюсь, что... Не, подожди, она, возможно, неправильно написана. Все по рублю на рубле. Ну, это не то, конечно, что я имел в виду, но нормально. Давай, смотри, сейчас доедем до моего плаката, потому что я постарался там немножечко лучше. Ну что ж, сейчас появится уже моя реклама вобиоборде. И там уже, ну, все-таки немного качественно было проделано работа, потому что я не только написал. Во, вот это другое дело. Все по рублю на рубле, 24 на 7, 49. И дальше качество. В смысле? Все по рублю на рубле, это же гениальная фраза. И сразу... Ну, качество и самые низкие цены. Ну, конечно, магазин, Олег, чего? Какое вранье, я не понимаю, а? Вранье полное. Все по рублю на рубле, ну это же гениальная фраза. Ну, это серьезно. Все по рублю на рублевке. Все по рублю на рубле. Это же действительно круто звучит. И просто дальше магазин 24 на 7, номер 49. Ну и все, и там просто мелкий жарь в том, что качество и низкие цены. И, соответственно, магазин Олега Кофе Я считаю, это действительно очень крутая Проделанная работа, соответственно, сейчас все билбордов В городе Арзамас мы развесим И уже после этого, конечно, эта реклама будет давать Свои плоды, блин, ну, ребят, мне прям реально Нравится, ну, вот, серьезно, ну, вы прикиньте Заезжаете в город, и вас сразу же встречает Плакат, все по рублю на рубле, ну, это же Прекрасно, давайте оцените Ну, я понимаю, да, но так или иначе Зато все по рублю на рубле Вход-то у нас стоит 1 рубль, понимаешь, да? Я просто, ну, я клянусь, до смерти Будет вот этой фразой гандитов Конечно, конечно, конечно Ребят, если вам понравилась эта реклама То напишите об этом в комментариях Ну, опять же, как по мне, это реально гениально Лучше предложите свой вариант Ну, либо свой напишите вариант, да, и мы будем рекламировать Свой магазинчик именно так Блин, ребят, я теперь с таким кайфом буду заезжать себе на рублевку Это вообще не описать, если честно Ну, потому что, смотрите, вы заезжаете на рублевку Заезжаешь И сразу же вас встречает мой магазинчик 24 на 7, да, не фикс прайс Это аспока вкуса, зачем в рекламе Алё, это самый вкусный, самый качественный Премиальный магазин продуктовый, понимаете, а? И не важно, что он находится на рублевке Вот, мне, кстати, реально интересно Давайте посмотрим, как бы мы занимались рекламой Сейчас где-то на протяжении, наверное, часа Потому что пока развесит, пока что-то ещё сделают Пока мы придумали текст Всё-то на это ушло очень много времени Давайте узнаем Вообще пришли какая-то, ну, была Ну, я не знаю, были какие-то посетители Купили ли они что-то в магазинчике, пока нас не было, соответственно, да? Так что давайте смотреть Итак, изменить А, подожди, вот, финансовая статистика Количество посетителей за последнее время 8 человек Общее количество уникальных клиентов 0 человек Заработок за последнее время 623 Подожди, заработок за последнее время 623 879 рублей Чего, подожди, а? Ну, это, наверное, я билетами всё-таки тебе напомнил, нет? Так, подожди, билеты всё-таки учитываются или не учитываются? Вот это вот интересно, а? Ну, слушай, не, если вот так вот всё будет хорошо идти Так это вообще прекрасно, реально, а? А, ну, под конец зайди, давай по три билета откроем Ну, давай, 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 давай Ну, в своём магазинчике-то надо, приятно это делать Тем более, если я не тратил на это никаких денег То это, сейчас, прикинь, ещё и 125 лямов выиграю И я просто целиком и полностью окуплю стоимость этого бизнеса Ну, типа, это же вообще будет, ну, прям чудесно на завершение дня Мне только 5 тысяч падает, сука! Ну, мне, я думаю, так же будет, на самом деле, падать Поэтому, давай смотреть Так, окей, открываем Блин, я купил два, а не три лотерейных билетика Ну, так или иначе, стираем И 5 тысяч рублей, конечно же О, вот это деньги Слушай, ну, я делаю сейчас плохую рекламу своему бизнесу Ещё 5 тысяч Ну, нет, другого ничего не будет, на самом деле, а? Просто сама шикарная зарит А, ну, да, 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 да Слушай, ну, вот, смотри, подожди, давай ещё раз, подожди Я сейчас проверю бузинос Изменить финансовая статистика 623, ну, так же, так же, так же Не, мне кажется, оно подгружается со времени Возможно Ну, опять же, ребят, непонятно, как до конца это работает Всё это нужно будет проверять через несколько дней Чтобы уже детально погрузиться в эту статистику Чтобы посмотреть вообще, какая прибыль Сколько мы зарабатываем в день И, собственно, всё вот это надо познавать со временем Ну, так или иначе, я безумно рад, что я купил сегодня свой первый бизнес Не через аукцион, а вот прям, прям через руки другого человека И это уже всё-таки другая сфера Это не нефтевышка, как у меня была до этого Это уже продуктовый магазин Это два совершенно разных бизнеса Поэтому будет очень интересно погрузиться в эту сферу И посмотреть её изнутри Ну, что ж, я думаю, что сегодня будем заканчивать На этом огромное ещё раз спасибо всем за просмотр Не забывайте, прожимая кнопочку лайка и подписываться на канал Огромное спасибо за всё Всем пока-пока Пока!